Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. Если батюшка после исповеди не накрыла Петро Хилю и не прочитала разрешительные молитвы, а только перекрестила, считается ли исповедь принятой? И сразу скажу, что считается, потому что главное, что должно было произойти, это ваше присутствие, ваше искреннее покаяние в священниках в качестве свидетеля и Господь Бог, который тебя слышит и прощает тебе твой грех и даёт силу впредь не грешить и лекарство благодати, которое залечивает твои духовные раны. А прочитал батюшка молитву, не прочитал, накрыл Экзегет Петро Хилю, не накрыл, правильно имя произнёс или неправильно, вообще, может быть, не произнёс, может быть, коротенько молитву прочитал, может быть, вообще ничего не прочитал, взял, перекрестил и сказал, иди с миром, а просто ещё перед исповедью прочитал один раз молитву в общем чинопоследовании, вместо имени произнеся общие слова, чтобы Господь простил грехи всем тем, кто придёт сегодня исповедоваться, и всё, как бы, оно вполне себе считается. Все чинопоследования всех таинств и крещения, и исповеди, и соборования, она в течение столетия постоянно видоизменялась, и какие-то разные молитвы появлялись, менялись. Если вы почитаете что-нибудь на эту тему, то сильно удивитесь. Оказывается, действительно, Дух дышит и держит, хочет, не в каких-то определённых словах чинопоследований незыблемо живёт. Почему вообще история с нашим русским старообрядчатым, такая болезненная история, когда мы суть христианства с великобрядом, а не к жизни Духа Святого. Да, всё это важно, всё должно совершаться чинно, по правилам, одинаково, но не в этом суть христианства, и не к этому благодать Духа Святого не может быть не дана тому, кто неправильную фразу произнёс. Поэтому глядите в корень. То есть вы раскаялись, вы покаялись, таинство уже произошло. Собственно, главное, что должно произойти – перемена образа жизни, перемена ума. А Божья благодать дастся вам вне зависимости от того, что священник прочитал или не прочитал. Главное, что он был. Вот это самое главное. Двое-трое были. Вот это самое главное. Исповедуйте друг другу свои прегрешения, говорит апостол Иаков, и не говорит, что только тогда Господь простит, когда батюшка особую правильную молитву прочитает. Он уже всё прочитал, но немножко заранее. Или про себя, пока ты молился. Мы же все наизусть его знаем. Там коротенько, три строчки. Поэтому не переживайте, вы могли просто не расслышать, а он мог прочитать про себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok